Всем привет! Для зрителей, которые смотрят этот ролик первым, напоминаю, что нашему каналу скоро исполнится 5 лет, поэтому мы решили сделать несколько крупных дайджест роликов из наших топов. На этот раз я собрал для вас 100 самых лучших, по нашему мнению, RPG игр, как для слабых, так и для мощных ПК. А начну я с iDivine Cybermancy. Это отличный RPG-шутер, которому для широкой известности не хватило бюджета и опыта. Перед нами типичная инди-игра, интересные идеи и нетривиальный игровой процесс соседствуют со слабым техническим исполнением. Но даже в таком виде игра увлекает, потому что здесь есть главное, атмосфера настоящего киберпанка, богатая на возможности ролевая система и нелинейность. Здесь мы выступим в роли одного из членов странного секретного общества, которое пытается бороться с могущественной федерацией, коалицией нескольких миров и планет, управляемых жестоким диктатором. Здесь мы будем в самом центре братской войны, полной политических заговоров и попыток захвата власти. Внешне игра во многом похожа на первый Deus Ex, Warhammer 40k и System Shock, но только визуально и тем, что это киберпанк. Все остальное же по геймплею очень сильно отличается. Игра нелинейна, и в ней есть много выбора, который бесповоротно влияет на сюжет. Стикс, Master of Shadows Это ролевой стелс-экшен, в котором мы в роли древнего гоблина по имени Стикс проникаем в огромную башню, чтобы завладеть ее секретами и стать могущественным. Это будет нелегкий путь со множеством неожиданных поворотов сюжета. Причем первую половину игры он кажется довольно банальным и скучным. Но ровно с середины все меняется, и сюжет становится чуть ли не единственным предлогом для полного прохождения игры. Сама по себе игра довольно сложная, но разнотипная в прохождении. Даже на самом легком уровне будет не сладко. Но скорее всего, именно поэтому эта игра точно запомнится. Серия The Banner Saga Это трилогия тактических RPG, которая объединяет интерактивную историю, живописную графику и приятный геймплей. Особую ценность здесь имеет шикарный сюжет, выполненный в лучших традициях темного фэнтези. Здесь нам предстоит отправиться в опасное путешествие по миру, который скоро умрет. Сражаться с множеством врагов, добывать и распределять скудные ресурсы и надеяться, что еще можно что-то исправить и выжить. Игра обладает нелинейной сюжетной линией, а каждое принятое решение имеет последствия. Причем простых решений не будет, а самая маленькая ошибка может привести к огромным жертвам среди людей, которые идут за вами и гибелью полюбившихся сопартийцев. Эта трилогия умеет удивлять, заставить радоваться за героев или зажалеть об очередной утрате. Впечатлит и отличная рисованная графика вкупе с мрачной сказочной атмосферой. Ghost of a Tale Эта игра покажет нам средневековый мышиный мир, где крысы правят остальными существами. Здесь нам выдадут роль мышонка Минестреля, который не является кем-то особенным, но готов пойти на все, чтобы разыскать свою возлюбленную. Игровой процесс смешивает элементы классических приключений, экшен-рпг и открытый мир, полный опасностей. Графика в игре реалистична и выше всяких похвал, а наблюдать за жизнью в крысином королевстве одно удовольствие. 7. The Days Long Gone Изометрическое рпг в большом постапокалиптическом открытом мире, с упором на стелс прохождение. Главный герой – мастер вор, использующий навыки паркура, взлома и скрытности. Игра выделяется широкой вариативностью прохождения. Например, вам нужно попасть в какое-либо здание. Можно найти человека с пропуском и украсть его. Можно найти того, кто даст квест, ведущий в здание. Можно вломиться, используя грубую силу или найти брешь в охране. Такое разнообразие даст игроку большую свободу действий. Игру можно проходить, не убивая никого, кроме монстров, или наоборот, раскидывая всех, кто встанет на пути. В привычной прокачке персонажа нет. Усилить его характеристики может одежда, оружие, а также чипы, которые дают бонусы и три навыка. 8. Pathfinder Kingmaker Изометрическая РПГ, где под контроль игроку дают отряд героев, каждый из которых обладает уникальными способностями. Удачное комбинирование умений, ровно как и продуманный подбор снаряжения, будут определять успех каждого боя. Кроме того, в игре присутствует система управления целым королевством. Игроку предстоит заботиться о его развитии, безопасности, расширении, укреплении и благополучию подданных. Основной сюжет игры займет игроков не менее чем на 40 часов, а полное прохождение с побочными ветками около 80. Fallout 3.4 и New Vegas Серия Fallout сразу всплывает на ум при упоминании РПГ. Однако первые две части являются классическими изометричными ролевыми играми. Начиная с третьей Fallout, линейка ушла в сторону приключенческих экшн-РПГ от первого лица. Правда, есть возможность переключения и на вид от третьего лица. Для тех, кому не понравилась третья часть, Obsidian сделала Fallout New Vegas, который возродил дух оригинальных игр, но с видом от первого лица. В четвертой части разработчики еще больше расширили уже имеющиеся игровые возможности. Теперь оружие и броню можно крафтить и модернизировать. Появились новые элементы экипировки. Есть возможность построить собственное поселение выживших и всячески развивать его. Cyberpunk 2077 был самой ожидаемой игрой 2020 года. И хайпа CD Projekt Red нагнала знатного. А на выходе сам знаешь, что получилось. Но ситуация сейчас совсем другая. Игра более оптимизирована и многие баги давно пофиксили. И всем, кто отложил игру до лучших времен, я могу сказать, что уже можно начинать играть. Что касается самой игры, то огорчил очень короткий основной сюжет, чрезмерное количество мата в локализации и второстепенные квесты из разряда «Приди, убей». Однако, несмотря на недостатки, качество истории на уровне. Это история, в которой ты понимаешь мотивацию персонажей и реально сопереживаешь им. При первом прохождении концовка просто выжимает из тебя все эмоции. Deus Ex. Mankind Divided Продолжение Deus Ex Human Revolution, где мы вновь возьмем на себя роль Адама в суровом мире будущего. События начнутся спустя всего 2 года после событий Human Revolution. Работать теперь мы будем на правительство в антитеррористическом отряде. В игре присутствует не огромный, но все же открытый мир с разнообразными локациями и множеством вариаций прохождения. Игру можно пройти полностью в стелсе, никого не убивая, или косить всех подряд. Разумеется, у каждого подхода будут свои последствия. Миссии можно выбирать, а их цели могут конфликтовать с интересами группировок, в которых состоит герой. Если коротко, то это отличное РПГ от первого лица, сорвавшее кучу наград. Внимание к деталям, атмосфера киберпанка и вариативность прохождения заданий – лишь часть ее преимущества. РПГ с большим открытым миром, действие которой разворачивается в средневековой Европе, где люди сражаются за власть и жизнь. Сюжет достаточно хорошо приближен к реальности, и здесь нет фэнтези-элементов. Событие разворачивается в 1403 году. Игра совершенно нелинейна, и мы можем быть как героями, так и злодеями, а действия сюжета перекликаются с настоящими историческими событиями. В игре нет четкого разделения на классы, поэтому можно развивать персонажа в любом из множества направлений. Графика не самая продвинутая, но все равно красивая. Местами виды завораживают. Это одна из тех игр, в которых есть быстрое перемещение, но им не хочется пользоваться. Сюжет интересный, размеренно подается и даже с неожиданными поворотами. Персонажи яркие, запоминающиеся, некоторые даже станут родными. Боевка необычная. Стрельба специфична, но тут главное привыкнуть, и тогда начинаешь получать от нее нереальное удовольствие. Vampire The Masquerade Bloodlines Одно дело убивать вампиров, как Ван Хельсинг, но совсем другое влезть в их шкуру. Эта игра отправит нас в вымышленный мир тьмы, где в тайне от людей существуют оборотни, вампиры и другие монстры. Они пытаются выжить, выясняют отношения между группировками, сражаются за власть и плетут интриги. В общем, от скуки не страдают. Игра выделяется высокой нелинейностью. С самого начала перед нами открывается различные пути прохождения, которые в итоге приведут нас к одному из нескольких финалов. Геймплей же включает стандартные элементы для жанра, но выполнены они в соответствии с вампирской тематикой. И поэтому игра смотрится свежо и по сей день. Надеюсь, разработка второй части не загнется, и игра наконец-то выйдет в этом году. Фулл Моджо Рэмпэйдж Поддержкой от 4 до 8 игроков. Tower of Time Фэнтезийное РПГ с боевой системой в реальном времени. Игрокам доступны 7 классов персонажей, которых можно комбинировать в группы. Герои обладают уникальными скиллами, которые можно улучшать, а прокачка отличается отсутствием системы опыта. Игрокам предстоит искать древние манускрипты на локациях, которые будут открывать доступ к новым способностям. Это, в свою очередь, подстегивает к тщательному изучению игрового окружения. Боевая система отличается наличием тактического замедления, которое позволит планировать свои действия. Игра содержит элементы стратегии. По мере прохождения игрокам необходимо будет развивать и улучшать город Хаб, служащий площадкой для тренировки героев, складом для экипировки и других функций. Атом РПГ Постапокалиптический сеттинг у нас в странах СНГ очень любят. И многие инди-проекты стараются повторить успех Fallout. Ближе всего к русскому Fallout подобралась Атом РПГ. 1986 год. Западный блок и СССР обменялись ядерными ударами, в результате которых советские земли превратились в пустоши. Нам предстоит создать персонажа и отправиться исследовать постапокалиптический советский мир. Из особенностей. Нелинейное прохождение, тактические пошаговые бои, обилие навыков и множество нескучных заданий. Мутант Year Zero. Road to Eden. Игра привлекает в первую очередь благодаря красочным персонажам. Брутальным антропоморфным животным, которые пытаются выжить после ядерного апокалипсиса. Собственно, ядерный удар и послужил причиной их мутаций, которые не окончательны. Так что игрок сможет открывать новые мутации в дополнение к уже имеющимся. По дороге в Эдем, полумифическое место, где можно получить ответы на все вопросы, команду из трех героев ждут сложные тактические бои, разведывательные операции и исследования мира. Alex. Постапокалиптическая экшен-РПГ с видом от третьего лица. В мире, где тесно перепрелись, научно-футуристические и средневековые мотивы. А также магия. В игре полностью открытый мир, на котором расположились различные фракции, к которым можно примкнуть. Каждая из фракций уникальна. Кто-то использует магию и полностью отказался от технологий. Другие же пытаются сохранить научные достижения, оставшиеся от старой цивилизации. Третьи поклоняются таинственному элементу Эликс, занесенному сюда кометой. Четвертые принимают элемент в виде стимуляторов. Ограничений в игре практически нет. Мы сразу можем двигаться в любом направлении. Выполнять квесты у тех или иных фракций и исследовать мир. Последний, кстати, под завязку на бит с секретными местами с уникальным лутом. Попасть в который зачастую можно при помощи реактивного ранца. Вестленд. Вторая и третья часть. Франшиза Вестленд фактически стала духовной наследницей первых двух частей Fallout. Весьма любопытный поворот событий. Если учесть, что ключевым источником вдохновления для разработчиков Fallout послужила как раз выпущенная в 1988 году первая часть Вестленд. В то время как ретро-футуристичный мир постъядерной Америки выиграл от перехода к 3D, Вестленд 2 и 3 намеренно продолжает использовать вид сверху. И у неё это превосходно получается. Собираем отряд рейнджеров, экипируем и вперёд защищать пустынные земли от рейдеров, мутантов и спятивших роботов. Как и Fallout, здесь наши решения могут привести к долгосрочным последствиям. Аркс Фаталис Старая РПГ, которая забросит нас в фэнтези-мир Экзоста, который пережил катаклизм. И люди, а также другие расы, населяющие Экзосту, на время забыли о вражде и переселились в старые горные шахты, построив там целые подземные города. Но перемирие длилось недолго, и постепенно мелкие междоусобные стычки начали перерастать в целые войны. Главному герою, безымянному заключённому, придётся спасти это место от надвигающейся угрозы. К особенностям игрового процесса относится уникальная система заклинаний, взаимоотношения между группировками, на которые влияют наши действия, крафтинг и полное отсутствие диалогов. Мир поделён на 8 ярусов, на каждом из которых имеются свои локации, противники и персонажи. Врагов здесь немало, как и разнообразного снаряжения для их убийства. Кроме того, в игре есть несколько школ магии. Интересна здесь и сама реализация колдовства. Чтобы создать заклинания, нам нужно мышкой рисовать правильные руны. Dark Messiah of Might and Magic Эта игра по вселенной Heroes of Might and Magic является идейным наследником Arx Fatalis. Сюда прикочевала боёвка и некоторые ролевые элементы. Сюжет принесёт нас в фэнтези-мир, в котором ученик могущественного мага ввязывается в события, которые приведут его к спасению или уничтожению мира. Игра выделяется продвинутой для тех лет физикой, дотошным вниманием к деталям, нелинейным сюжетом и впечатляющей боёвкой. Открытый мир отсутствует, хотя на локациях можно найти массу секретных мест. Несмотря на то, что в целом прохождение игры весьма линейно, в некоторых моментах у нас будет право выбора, как в плане прохождения локации, так и в плане сюжета. Серия The Elder Scrolls О серии T смог не слышать лишь очень далёкий от игровой индустрии человек. Ведь это одни из первых игр, что ассоциируется при упоминании RPG от первого лица. Присмотреться стоит к стареньким Morrowind и Oblivion, и конечно же к более новым, Skyrim и The Elder Scrolls Online. Эти части заслужили признание благодаря огромному открытому миру, в котором нет повторяющихся подземелий или локаций, а также боёвке, персонажам и разнообразному геймплею, которые включают не только убийство монстров, но и вступление в различные гильдии, прохождение проработанных второстепенных квестов и многое другое. Дилогия Legend of Grimrock Эти игры отличаются от прочих RPG из этого ролика. Вместо одного героя, здесь мы управляем сразу целой командой, высаженной на таинственный остров, недра которого скрывают множество пугающих тайн и опасностей. А весь игровой процесс пошаговый. Первая часть была тепло принята критиками и игроками, и второй удалось удержать планку качества. В играх нам предстоит выживать, исследовать подземелья, прокачивать навыки, решать головоломки и заниматься другими делами. В общем, всё в лучших традициях RPG, но с иным взглядом на ключевые механики. The Outer Worlds Научно-фантастическое RPG от разработчиков Fallout New Vegas. Сюжет посвящен пассажиру космического корабля, который, пробы в криокапсуле 70 лет, начинает приспосабливаться к новому миру. И по канону жанра, он оказывается впутан в глобальный заговор. Игра порадует нелинейным сюжетом, системой спутников, красочной графикой и тем фактом, что у героя есть и недостатки, которые сделают геймплей интереснее. Серия Stalker Серия, которая пока что состоит из трёх основных RPG-шутеров с элементами хоррора, позволяющих свободно исследовать огромную зону, которая представляет собой альтернативную, более мрачную и опасную версию реальной зоны отчуждения. По здешней зоне разгуливают самые разные люди с самыми разными целями, которые нередко объединяются в группы и даже целые фракции, ведущие между собой войны. Бандиты и мародёры, воденные, сталкеры и наёмники, фанатики из Монолита и анархисты из Свободы. Никогда не знаешь, что у этих ребят на уме и что принесёт встреча с ними. Вдобавок, зона полна опасных аномалий, многие из которых невозможно заметить невооружённым взглядом. Да, и мутантов самых разных видов здесь предостаточно. Ну, в общем, ты и сам всё знаешь. Кроме оригинальных трёх частей, для серии доступно впечатляющее количество различных пользовательских модификаций, распространяемых совершенно бесплатно. Under Rail Изометрическая РПГ старой школы в постапокалиптическом мире. События происходят в далёком будущем, где жизнь на поверхности планеты стала невозможной. Человечество живёт под землёй, в огромных городах, соединённых тоннелями метро. Присутствуют обширные возможности, настройки персонажей, пошаговый тактический бой и просторный подземный мир. Пошаговая боевая система напоминает Fallout с добавлением особых способностей, псионики и других боевых навыков. Зенес Изометрическая фэнтези РПГ с обилием юмора, сатиры, пародии на фильмов, современную культуру и бог знает ещё чего. Главный герой – маг, который когда-то искал артефакты для империи людей. А потом один из этих артефактов поработил императора, превратив его в демона. Теперь он призывает драконов, сеет смерть и открывает порталы в ад и обратно. Бои проходят в реальном времени, а сохранять игру можно только в специальных точках. Ролевая система простенькая, но с изюминкой. Всё закручено вокруг трёх стихий – огня, воды и земли. И ваше, и вражеское окружение наносит стихийный урон. И вы, и враги имеете определённую сопротивляемость той или иной стихии. При этом, каждое оружие отличается какой-то особой атакой. А развивать эти показания можно с помощью экипировки. Каждое колечко или сапоги поднимают одни характеристики, но снижают другие. Магия крови. Отечественная фэнтези-рпг. Сюжет крутится вокруг монстра мода, которого нужно найти и убить. Или служить ему, уничтожая мир. Есть и третья – нейтральная сторона. Правда, нельзя по ходу дела изменить своё мировоззрение. Выбирается оно при выборе персонажа. Их четыре – монах, студент, гадалка и булочница. Магии в игре уделена самая большая роль. Тут нет автоприцела, и вам самим нужно будет попадать в цель. Если случайно заденете союзника, то ему будет нанесён урон. Магии тут всё равно – свой или чужой. Заклинания разделяются на группы. Фактически, из двух заклинаний мы получаем одно, смешивая их. Эффект от этого получается необычный. Так что можно пол игры провести, подбирая самую убойную комбинацию. Используемая магия влияет на внешность героя, и по мере применения разных школ не удивляйтесь, когда увидите вместо рук и ног корни и листочки на голове. Алхимики, например, превращаются в существо, с виду напоминающее богомола. А если вы изучаете несколько направлений, тогда извольте получить подкомандование Чудо-Юдо. И чем оно страннее, тем сильнее будет. Фэнтези-РПГ с изометрическим видом и активной паузой для тактического управления своей группой. События происходят в городе, где возможностью использовать заклинания обладают лишь владельцы редких и уникальных масок, заполучить которую крайне сложно. У каждого персонажа свой набор из 8 скиллов, их можно улучшать. Также в начале мы выбираем специализацию из 4 представленных. Из экипировки только маски, которые дают уникальный заряжаемый во время боя скилл. Их можно найти на локациях в чистом виде, а разрисовать и улучшить уже в нашей резиденции. Бои динамичны и требуют тактики. Проходят они в режиме реального времени, прерываясь активной паузой. Хотя разговоров в игре, конечно, будет больше, чем в сражении. Инквизитор. Весьма недооцененная изометрическая РПГ чешского производства. Вы инквизитор в средневековом мире на фоне демонического апокалипсиса. Главная задача искать еретиков и расследовать ритуальные убийства. Для этого приходится общаться с огромным количеством персонажей. Аккуратно выведывать и записывать слухи. Проводить опрос свидетелей и собирать доказательства. Погружаясь в мир взаимных подозрений, обвинений и наговоров. Получив ордер, можно арестовать подозреваемых. А потом допрашивать, пытая их в темнице. При этом не факт, что в итоге вы окажетесь правы. Ведь можно арестовать и невиновного. Добавьте сюда напарников, уникальные навыки для разнообразных классов и возможность возглавить инквизиторов или братства крестоносцев. Терминатор. Резистанс. Шутер от первого лица с РПГ элементами по мотивам терминатора. Обычно игра сделанная по кинофильму это способ собрать дополнительные деньги. Как правило, ценность геймплея подобных игр стремится к нулю. Но в этот раз все не совсем так, ведь по атмосфере и сюжету это лучшее, что было во франшизе со времен терминатора 2. События происходят в будущем. Люди все еще пытаются одолеть скайнет под предводительством Джона Коннора. Игрокам выпадает роль обычного бойца, которому предстоит встреча с главным боссом, терминатором модели Т-800. В игре реализована система прокачки, а от выбора в диалогах зависит концовка игры. Приключенческий ролевой экшен из космонуара и мрачного киберпанка с морем лута, классическими РПГ-механиками и упором на сюжет, рассказывающий о космической станции Объект 6, которая в течение 400 лет движется к новому дому для человечества. Станция наполнена секретами давно ушедшей цивилизации, монстрами и ловушками. Игроку предстоит изучать доступные технологии и ресурсы, развивать своего персонажа, сражаться с разными существами и взаимодействовать с другими персонажами и фракциями. А еще главный герой постоянно будет страдать от болезней и голодать. В игре нет привычных классов, вместо них разработчики предлагают гибкую систему перков и разнообразное оружие, от которого будут зависеть особенности стиля боя. Dragon's Dogma Dark Horizon Ролевая игра в открытом фэнтези мире с драконами и магией. Здесь мы будем сражаться с многоголовыми гидрами, гоблинами и грифонами, заручившись поддержкой трех напарников, которым можно отдавать простые приказы. Лично мне очень понравилась здешняя нон-таргет боевка. Пожалуй, именно в этой игре данная система является по-настоящему проработанной и не отторгает после нескольких часов геймплея. А искусственный интеллект монстров порой сильно удивляет своей сообразительностью. Программисты постарались на славу. Также очень порадовала фишка игры в виде возможности залезать на больших монстров. Curse of Raven's Cry Приключенческий ролевой экшен с видом от третьего лица от создателей Two Worlds. Игровой процесс позволит окунуться в жестокий мир 17 века. Исследуя острова Карибского моря, мы будем перемещаться на своем корабле по открытому миру, получая различные задания и двигаясь по основному сюжету. Участвуя как в фехтовальных сражениях, так и в корабельных боях с пушечными перестрелками и абордажными схватками. В распоряжении имеется обширный арсенал огнестрельного оружия, разнообразные шпаги, а также крюк, заменивший герою руку. Betrayer Приключенческий экшен с элементами RPG и видом от первого лица, действие которого разворачивается в 1604 году. Главный герой прибыл на таинственный остров, где повсюду развалины городов и призраки. Его цель это понять, что произошло с жителями и что творится вокруг. Игра выделяется атмосферой, звуками и интересным сюжетом, но чтобы его понять, придется много читать, а также черно-бело-красной палитрой цветов. Игра действительно необычная и подойдет тем, кто любит неспешно исследовать игровой мир, а он тут достаточно большой. Decay of Logos Сложная приключенческая экшен-рпг, смесь Dark Souls и Legend of Zelda. Геймплей строится на исследовании окружающего мира и битвах с комбо-ударами. Есть оружие ближнего и дальнего боя, а также магия. Смерть в игре не конец. Главная героиня не погибает, а приходит в себя возле лагеря или святилища. При этом некоторые противники возрождаются, а характеристики персонажа понижаются. Dex Двухмерный киберпанк-экшен с элементами RPG, упор в которой сделан на изучение открытого мира, который разделен на открытые локации, на которых есть различные NPC, магазины и тому подобное. Ролевой аспект представлен возможностью получения новых способностей посредством киберимплантов, заработком опыта и повышением уровня. За каждый новый уровень игрок получает очки для обновления навыков. Сюжет развивается линейно, но присутствуют многочисленные побочные квесты. Виктор Вран Изометрический ролевой экшен, напоминающий серию игр Диабло, но со своими уникальными особенностями. По стилистике это готический стимпанк-слэшер, где главный герой это охотник на демонов и прочую нечисть. Игроков ждет угарная рубилова с тысячами монстров. Полная поддержка контроллера, сложные боссы, красивые и разнообразные локации. А фишка игры это возможность героя подпрыгивать и выполнять в воздухе различные акробатические приемы. Dragon Ball Z Какарот Экшен-РПГ, созданная по мотивам знаменитой манги Dragon Ball Z. В роли главного героя манги здесь нам предстоит путешествовать по открытому миру и сражаться с разнообразными врагами, которые будут знакомы всем фанатам серии. Сам мир большой, подан в виде огромных локаций. Выглядит красиво, а после завершения последней сюжетной арки мы должны покинуть землю, попав в другие места. Техномансер В этом мире человечество переселилось на Марс, где началась война за воду. Мы играем за одного из техномантов, мастеров электричества. На выбор будут даны три боевых стиля. В качестве врагов выступают всяческие мародеры, не самая дружелюбная фауна и пара других фракций. В игре существует разветвленная сеть диалогов, а выбор игрока повлияет на игровой процесс в будущем. Также в игре присутствует система крафта экипировки и различного оружия. Stories The Path of Destinies Экшен-РПГ с неповторимым сюжетом, который пишут сами игроки. В зависимости от выбора история может быть как трагической, так и необычайно веселой. Чтобы найти путь к победе, предстоит изучать несколько сюжетных линий. А для уничтожения врагов, нужно использовать акробатические трюки и смертоносные атаки. Проект отличается необычным визуальным стилем, отличным саундтреком и яркими уровнями. Gritfall Это фэнтези-РПГ, в которой некая болезнь уносит жизни людей по всему земному шару. Но лишь жители одного таинственного острова ее не боятся. В роли посланника от торгового содружества наш главный герой отправляется в это загадочное место. Здесь нам предстоит с разных сторон взглянуть на происходящее. Помочь различным группировкам и принять политические решения, которые изменят ход событий. Дипломатия играет важную роль в геймплее. Но битвы с монстрами, прокачка и другие элементы при этом никуда не денутся. Fable В сентябре 2020 года легендарной Fable исполнилось 16 лет. С тех пор она пережила несколько сиквелов и переизданий на разных платформах. Обросла огромным комьюнити и с золотыми буквами вписала себя в игровую историю. Помимо замечательного сюжета, особенностью игры является большое внимание к деталям. Помимо исследования локации, поиска сокровищ и прокачки героя, нам предстоит уделять время самому персонажу. Например, избыточное пьянство вызывает тошноту, от ранений появляются шрамы, если быть плохишом, то вырастут рога на голове, а если быть очень хорошим, то и нимбы над головой появятся. Еще можно выстраивать отношения с NPC и даже сыграть свадьбу. Серия Two Worlds Серия приключенческих экшен-рпг от третьего лица, действия которых разворачиваются в фэнтезийном мире Анталур. Согласно завязке, мы в роли безымянного наемника отправляемся на поиски сестры. А в это время мир стоит на пороге большой войны между людьми и орками. С самого начала для исследований здесь доступен большой игровой мир. Мы сможем посетить города, подземелья и прочие места. Придвигаться можно как на своих двоих, так и на лошади. В игре представлено 7 противоборствующих друг с другом фракций, которым можно примкнуть и выполнять их задания. Еще порадует неплохая боевка, непривязанная к классу прокачка и оригинальная магическая система, которая позволяет создавать свои заклинания. А также здесь довольно интересные побочные задания, истории в которых зачастую не хуже, чем в основном сюжете. The Witcher Первый ведьмак, если оставить в стороне некоторую его деревянность и почтенный возраст, может и сегодня порадовать интересными историями и удачными моментами раскрытия характера самого Геральта. Событие первой игры начинается через 5 лет после событий последней книги из цикла о ведьмаках. Потеряв память, Геральт пытается узнать, что случилось во время его исчезновения, и пытается помочь старым друзьям, хорошо знакомым по книжным произведениям. Возможно, много кому не понравится здешняя, не самая удачная механика боев, но к ней можно довольно быстро привыкнуть. А в остальном, игра точно заслуживает внимания. Отличный закрученный сюжет, интересные побочные задания, неплохая механика прокачки героя, мрачная атмосфера и масса вариантов прохождения, где каждая мелочь в итоге сыграет свою роль. Серьезно, перепроходил первую часть раз 5, и каждый раз открывал для себя что-то новое. Kingdoms of Amalur – Reconing. Эта игра планировалась как ММО, но в результате получился одиночный ролевой экшен, действие которого разворачивается в фэнтези-мире. А отголоски ММО-планов остались видны в некоторых механиках. Сеттинг игры насыщен различными расами и религиями. Боевка ориентирована на экшен и дает возможность использовать множество видов оружия, стилей боя и классов. А по мере прохождения многое будет зависеть от наших принятых решений. В каком-то смысле, игра пыталась раздвинуть рамки жанра, но потерпела неудачу. Однако, ее мир настолько обширен и богат, что этой самой неудачи не замечаешь. Так что, если ты ищешь качественную фэнтези-игру, которая хотя бы немного заменила Готику или Скайрим, то это отличный вариант. Райсон. Претерпев кораблекрушение, главный герой оказывается на острове, где ему предстоит примкнуть к одной из фракций, бросить вызов загадочным титанам и изучить открытый мир. Райсон заигнорила все достижения ролевых игр за последние годы, оставаясь все той же легендой и с 2001 года, но в новой обертке. И в этом ее особый шарм. Шуан Юан Сворд 7 Китайская экшн-рпг с видом от третьего лица и неплохим сюжетом на основе древнекитайских мифов и легенд. Можно сказать, что это китайский ведьмак. Действие разворачивается в мире, в котором процветает хаос и война. Во время сражения с врагами, главный герой сможет использовать не только свой меч, но и различные дополнительные способности. К примеру, он может замедлять время, делать рюки и поглощать души умерших, чтобы создавать новые предметы. Также в игре имеется приятная анимация, исполненная с помощью технологии захвата движения. Красочная графика на движке Unreal Engine с поддержкой RTX и боевая система на основе комбо. Последняя включает не только большое разнообразие атак, но и уклонения, прыжки и парирования. Mount & Blade 2 Вторая часть серии Mount & Blade, которая предлагает борьбу за власть в средневековом открытом мире. Здесь нас ждут масштабные сражения, которые прибавили в зрелищности и брутальности. Событие разворачивается за 200 лет до Mount & Blade Warband. Показан период падения Кальрадии и становления независимых королевств, которые появляются в предыдущих играх. Иными словами, авторы взяли историю падения Древнего Рима и адаптировали под мир своей игры. После гибели императора Кальрадии по всей стране вспыхнули сражения. Нам же отводится роль одного из воинов на этом поле боя, который может как помочь восстановить империю, так и окончательно ее разрушить. Чем сиквел отличается от оригинала? Концептуально ничем. Все та же большая карта, сражения в реальном времени, возможность прогуляться по городам и закупиться едой, оружием, конями. Но если присмотреться к деталям, различий много. Графика существенно улучшилась. В городах появились шайки бандитов, новые торговые лавки, настольные игры, уникальные NPC. Появились новые виды осадных орудий, а сами осады стали зрелищнее за счет дополнительных способов штурма стен. Еще переработали интерфейс, улучшили искусственный интеллект и наконец-то сделали нормальный сетевой режим. Классическая пошаговая ролевая игра, которая нас ждет необходимой создать собственную группу уникальных персонажей, а затем отправиться в путешествие по постапокалиптическому магическому миру. Нам предстоит взять под контроль четырех героев, каждый со своими уникальными навыками, которые дополняют друг друга. В отличии от многих других игр, здесь все решает не один герой, а сразу вся группа. Поэтому над прокачкой персонажей предстоит думать особенно тщательно. Боевая система пошаговая, причем игра предлагает вертикальный геймплей. Здесь можно заставить группу забраться повыше и оттуда расстреливать врагов. Можно скидывать врагов в пропасти, бросать камни на противников и так далее. Вертикальность также влияет на исследования подземелий. Они большие, запутанные и многоуровневые. Baldur's Gate 3 Долгожданное продолжение легендарной серии ролевых игр с пошаговыми боями. В третью часть завезли правила Dungeons & Dragons с пятой редакции. Хорошо это или плохо, пока что не стану судить. Это данность, с которой придется смириться. Даже на стадии раннего доступа игра выглядит достойно. Играется приятно, бои зрелищные и понятные. Очень много возможностей. Можно выбивать двери трупами врагов и прописывать криты, кидаясь в них столовыми приборами. Куча умений, которым есть реальное применение. Например, множество мест, куда можно запрыгнуть или перепрыгнуть ловушки. А в диалогах регулярно приходится проходить проверку на тот или иной навык, который даст полезную информацию или нужную развязку. Полная свобода действий. Делай что хочешь. Хоть убивай каждого встречного. В общем, всем ценителям качественных ролевок советую обратить внимание. Готика 2. Вообще есть те, кто еще не играл в лучший симулятор получения гражданства. Первая часть, конечно, тоже хороша и заслуживает внимания. Но можно подождать ремейка, который уже некоторое время находится в разработке. А вот вторая часть и так прекрасна. Это шедевр из того времени, когда игры делали специально трудными, чтобы был челлендж. И действительно, можно было сказать, что ты играешь в игру, а не просто ее проходишь. Когда каждый персонаж может дать тебе пиздец. Когда ты следишь за своим языком, чтобы не заагреть никого. А не как в Скайриме, с первой же минуты ты самый сильный и в принципе любую драку выиграешь, как и в других современных РПГ. Пласт Ипок. Это качественный диаблоид с бесконечными сражениями, гибкой системой прокачки и прыжками по различным временным эпохам фэнтези мира. На бой со злом здесь выйдут 5 классов героев. При этом их навыки обладают собственными древами талантов, а это, к слову, целых 110 веток. Такой подход позволит настроить все умения под себя. По мере прохождения игры и получения опыта героя, можно развивать одну из 10 специализаций. Например, сделать рыцаря паладином, а мага колдуном. Соответствующими навыками и механиками. В остальном игра имеет минимум отличий от таких игр, как Диабло и Pass of Exile. Безостановочная зачистка локаций, постоянная возня с лутом, торговля, пвп арены и кастомизация героя. Вархаммер 40К. Инквизитор Марте. Очень атмосферная игра по фантастической вселенной Вархаммер, в которой нас ждут мрачные коридоры космических кораблей и обширные просторы далеких планет, кишащие многочисленными врагами. Игра предлагает объемную кампанию с путешествиями по галактике, кровавыми сражениями, возможность прокачивать персонажей в соответствии со своим стилем игры, а также детально проработанный крафт. Все сражения происходят в реальном времени, где не последнее место занимает система укрытий и высокая разрушаемость. А биться можно не только в кампании искусственного интеллекта, но и бок о бок с другими игроками. Наконец, внимание заслуживает полностью открытый и постоянно меняющийся мир, устроенный по типу песочницы и состоящий из множества непохожих друг на друга систем и подсистем галактики. НИО 2. Отличная игра про самураев, ниндзя и магов средневековой Японии. Добавили новые механики по сравнению с первой частью, а также сложное и продвинутое древо прокачки. Сюжет стал намного лучше, за ним интереснее следить, персонажей стало больше и они стали харизматичнее. На выбор доступен огромный арсенал оружия и еще больше билдов, которые мы сможем составить чисто для своего стиля игры. Причем здесь нет сильного или слабого оружия, все зависит от личных предпочтений. В отличии от той же Dark Souls, бои здесь более динамичные и быстрые, а каждый новый противник на пути может запросто убить главного героя, вне зависимости от нашего уровня и прокачки. Каждый враг здесь требует индивидуального подхода. Еще в игре есть система «Новая игра плюс», где присутствуют новые особенности и новые механики. Middle Earth – Shadow of War. Достойный наследник теней Мордора. Расширенная и прокачанная версия первой части. Игра, с которой советую ознакомиться всем любителям произведений Толкина. Это предыстория «Властелина колец». Тот самый мир, но события происходят раньше. История расскажет про следопыта Талиона, которому повстречаются как старые, так и новые персонажи. Присутствует отличная боевка, стелс, паркур, магия и владение кольцом. Геймплей схожий с первой частью. Бегаем, собираем артефакты и режем орков. А вот сюжет стал интереснее. Нам предстоит защищать крепости от огромной армии орков. Предварительно готовясь к битве, прокачивая крепость и фармя защитников. Удовольствие доставит и уникальная система Немезис, позволяющая миру жить своей жизнью, заменяя погибших врагов новыми. Благодаря ней орки будут нас узнавать, предавать и обманывать. Или наоборот, спасать в самый сложный момент. The Slormancer Пиксельная экшн-рпг с уклоном в раскачку всего и вся. Здесь мы будем исследовать подземелья, где нас ждет высмеивание устоев жанра. Огромное количество лута и противников. А также обязательный эпический злодей в финале. Сюжет повествует о совершенно бездарном герое, который внезапно становится последней надеждой мира против могущественного злодея. На данный момент присутствует три класса на выбор. Механика прокачки интересная и разнообразная. Присутствует приятная пиксельная графика, атмосферная музыка и звук. Интерфейс и управление удобное. А персонажей и специализации можно менять в процессе игры. Поэтому скучно не будет. Проблема лишь в том, что контента пока что на 5-7 часов, так как ранний доступ. Волкен, Lords of Mayhem. Хакен слэш-РПГ, которая прежде всего отличается красивой графикой. За картинку здесь отвечает движок CryEngine, известный своими возможностями. Что касается геймплея, то здесь представлена бесклассовая система развития. Атаки можно составлять в цепочке комбо. А навыки настраивать так, как этого будет требовать стиль игры. Игровой мир открытый и полностью доступный для исследования. Хотя, конечно, без всевозможных подземелий не обошлось. Нас ждет море оружия, брони, магии, система крафта, разрушаемая окружающая среда и широкие возможности кастомизации персонажа. Викингс, Wolves of Midgard. Классический представитель экшен-РПГ в скандинавском сеттинге с перимонентным уничтожением боссов, перекатами и матерым хакен слэш-геймплеем. Главный герой, специалист по рубке капусты, ярл небольшого клана викингов. Он ищет разорителей своей деревни и попутно спасает мир от очередного Рагнарёка. Ему помогает пятерка скандинавских богов. По сути, классовая система это пять заготовленных билдов. Поэтому особой гибкости в развитии персонажа не ждите. Равно как и сюжетных изысков. Игра исправно выполняет функцию кровавого рубилова. Но во всем остальном ощутимо проседает. Помимо прочего, есть поддержка локального и сетевого кооператива. А игровой мир удивляет изыском разных культур и мифов. Тирани. Увлекательное сюжетно-ориентированное РПГ с изометрическим видом от Obsidian. В основе которой лежит огромный, хорошо проработанный мир. С множеством возможностей. Нелинейный сюжет. Глобальная ролевая система. Возможность брать спутников. И многое другое. В том числе, отличная боевка с тактической паузой. Мало какие игры позволяют влезть в шкуру сущего зла. И совсем уж редкие принадлежат к жанру РПГ. Тирани как раз из таких. Здесь мы будем нести волю тиранов, порабощенный им мир. А наши решения будут менять мир. Дивинити. Original Sin 2. Это песочница в истинном понимании этого слова. Здесь нас оставляет наедине с миром и небольшим набором правил. Как двигаться по сюжету, дело наше. Одних только способов сбежать из стартовой локации здесь около десятка. Буквально каждый квест можно выполнить несколькими способами. Причем впоследствии наш выбор повлияет на какой-то другой квест. Даже если мы провалили важный диалог или просто прошли мимо нужного по сюжету артефакта, всегда найдется другой способ получить желаемое. В конце концов, можно банально украсть у собеседника нужную вещь, если прокачан навык воровства. Боевка пошаговая, но исследование мира происходит в реальном времени. Компанию главному герою составляют еще три спутника. Причем любого из них можно выгнать из команды и взять на его место другого. Сюжет напрочь лишен штампов и, что самое главное, не проседает на всем протяжении повествования. Assassin's Creed Odyssey и Valhalla Вообще, вся последняя трилогия Origins Odyssey и Valhalla отличается от старых частей серии. Особенно две последних. Здесь куда больше ролевых элементов. Например, можно выбрать разных героев, у противников есть уровень, можно собирать ресурсы для крафта, присутствует прокачка навыков, а в диалогах появился выбор. Но такой взгляд на серию не отпугивает. Наоборот, разработчики стремятся разнообразить проверенную формулу. Согласитесь, если бы в каждой части разработчики продолжали клонировать геймплей оригинальной игры, то серия давно бы уже загнулась. И не важно, какой там был бы сюжет. Если в каждой игре нужно было бы делать одно и то же. Якудза Like a Dragon Седьмая номерная часть серии по большей части сохранила основные составляющие предыдущих частей. Но при этом принесла в серию достаточно много новых моментов. Это пошаговая боевка, новый протагонист и новое местодействие. Новый герой сильно отличается от протагониста прошлых игр. Это выражается в его чуть более легком и веселом характере. А объединяет их обостренное чувство справедливости и готовность всегда помочь нуждающимся. Благодаря пошаговым боям в игре мы имеем полноценных напарников, которые переживают приключения вместе с главным героем. Причем каждый из них имеет свою мотивацию, цель и отдельные сюжетные линии. В игре много различных классов персонажей, которые сильно отличаются друг от друга в бою. Ну а если настроения махать кулаками нет, то всегда можно сходить в ближайший зал аркадных автоматов, поиграть в классические игры от Sega, вызвать кого-нибудь на гонку или просто побродить по городу. The Surge 2 Продолжение достаточно мрачного Souls-like в футуристическом стиле. Еще и с уникальными механиками. Игра прекрасна как визуально, так и в плане повествования о мире через аудиофайлы. Добавили редактор персонажа и очень много разнообразного оружия. В организм героя встроен экзокостюм с энергетическим ядром, который поддерживает разные экзоскелеты, аугментации и импланты в зависимости от его усиления, посредством запчастей, собираемых с противников. Геймплей представляет собой сплошное бруталити и праздник для любителей расчлененки. Боевка строится на направленных ударах по конкретным частям тела, для получения чертежей костюмов, оружия и деталей для улучшения. Мир получился компактным, но очень насыщенным. В каждом из районов города можно нарваться на приключения. В каждом переулке найдутся какие-то тайники, залежи металлолома или еще какие-нибудь бонусы. Проблема лишь в том, что город уж слишком запутан и очень легко заблудиться. Здесь нет карты, вызываемой по нажатию кнопки и нет указателей цели миссии, так что приходится запоминать ориентиры. А иногда долго блуждать в лабиринтах, пытаясь найти верный путь. Файнал Фэнтези 15 15 финалка довольно самобытна и не похожа ни на одну другую часть. Это технофэнтези, где сочетаются разные жанры. К примеру, можно завалить условного дракона, а затем сесть в Роллс-Ройс и поехать кататься по штату Невада. Это абсолютно нормальное явление. Боевка отличается от других частей серии. Это не пошаговое РПГ. Присутствует интересный сюжет и персонажи, к которым ты успеваешь привязаться. Они действительно живые и прописанные, даже второстепенные. Структурно игра состоит из 15 глав. Довольно бодрое и интересное начало, слегка скучноватая средина и просто эпичнейший финал. Не понравилось разве что наличие сюжетных дыр. А так игра определенно стоит потраченного времени. Horizon Zero Dawn Красивая, приятная и интересная игра. Если тебя не смущает в далеком будущем кидаться луками и копьями на высокотехнологичные машины, то игра скорее всего зайдет. Здесь присутствует необычайно разнообразный мир роботов-динозавров. Отличная сюжетная линия, большой арсенал вооружения и применение различных тактик боя. Действие происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами. Как и что могло случиться, нам рассказывают по мере углубления повествования. Во время путешествия героиня узнает множество тайн, связанных с ее происхождением и становлением мира в таком виде. Dark Souls 3 Заключительная третья часть сохранила все лучшее, что было в культовой серии темного фэнтези. Сложные битвы с монстрами, вселенную с богатой мифологией и готическую атмосферу. В этой части присутствуют самые сложные и интересные боссы. А игра доставит тебе неимоверное чувство боли, печали, горящего зада и просто очень много страданий. Но именно сложность принесла славу темным душам, никогда не превышающая разумных рамок, но всегда держащая в напряжении. Игра для тех, кто готов бросить вызов трудностям. Каждый враг здесь умирает от считанных ударов, равно как и герой. А смерть грозит потерей душ, являющейся одновременно и деньгами, и опытом для прокачки. Экшен-РПГ про вампиров, действие которой разворачивается в Лондоне после Первой мировой войны, когда мир страдал от испанского гриппа. Главный герой – профессиональный военный хирург, который после укуса вампира сам становится кровососом. Теперь он пытается цепляться за остатки своей человечности, но вынужден убивать ради пропитания. А человеческая кровь постепенно будет открывать протагонисте новые сверхъестественные способности. Лондон в игре построен по принципу открытого мира, в виде обширных районов, соединенных переходами. Между районами города можно свободно перемещаться практически с самого начала игры. Мир будет постоянно меняться в зависимости от наших действий. А главный герой может перекусить любым персонажем, но каждый наш выбор своим образом повлияет на финал. Shadows Awakening Весьма недооцененная РПГ. Казалось бы, что вне необычного. Выполнение квестов, сражения с монстрами, вариативная прокачка героя, исследование уровней. Но есть особенность. Здесь мы можем в любой момент перемещаться между двумя мирами. Демоническим и реальным, в режиме реального времени. В каждом присутствуют свои секреты и враги. И данная фишка пригодится для решения головоломок и изучения мира. Играем мы за демоническое существо, которое решило вторгнуться в человеческий мир и захватить власть. Для этого оно овладело телом павшего героя. Pillars of Eternity 2 Deadfire Сиквел успешной РПГ от Obsidian перенесет героя и его команду на новую локацию. Архипелаг Deadfire, где их ждут захватывающие приключения. Сюжет стал даже эпичнее. В этот раз противостоять придется не мрачному культу, а проснувшемуся богу. Который решил собрать как можно больше душ. От первой части Pillars of Eternity 2 отличает наличие мобильной базы, корабля. На котором герои исследуют мир. Причем морские путешествия полны побочных квестов и баталий с другими кораблями. Помимо этого не обойдется и без ярких персонажей, универсальных квестов, а также напряженных битв. Battle Chasers Night War Любопытное РПГ в стиле классических JRPG. С пошаговыми боями, сложными подземельями, уникальными героями и захватывающей историей. Действие игры разворачивается в красочном фэнтези мире, где герою предстоит путешествовать по подземельям, участвовать в сражениях и развивать свои навыки. Боевая система проекта выполнена в традициях классических JRPG. Так что приготовьтесь к управлению партией, гринду и долгим копанием в инвентаре. Disco Elysium Изометрическая РПГ с философским подтекстом в сюжете. Здесь нет сражений с монстрами и боссами. Вместо этого все сражения происходят на уровне разговора, а боевым способностям герой предпочитает десятки социальных навыков. Диалоговая система дает невиданную свободу выбора, ограниченную лишь избранными для развития методами общения. Для достижения своих целей главный герой не брезгует запугивать оппонентов, манипулировать ими, льстить, подкупать, флиртовать или играть на их слабостях. В общем, нам предстоит путешествовать по открытому миру и решать все вопросы словом. Получается прям настоящий симулятор депутата. Monster Hunter World Одна из культовых экшен-РПГ в своем жанре. Лучший симулятор охоты на динозавров с трехметровыми мечами, котами-мутантами и морем гринда. Здесь сперва нас гоняет неведомая хрень, а потом неведомую хрень начинаем гонять мы. И так, пока не припрется неведомая хрень, покрупнее и все повторится. С годами игра стала более сочной и выдержанной. Добавились новые механики и возможности. А графика и визуальное сопровождение вышли на совершенно новый уровень. Chernobylite Однопользовательский приключенческий экшен с элементами РПГ и видом от первого лица в постапокалиптическом сеттинге. Действие разворачивается в Чернобыле спустя 32 года после взрыва. Здесь мы будем свободно исследовать мрачный мир, создавать полезные предметы с помощью необычной системы крафта, взаимодействовать с другими сталкерами, сражаться и раскрывать многочисленные тайны. Сюжет не линейен и его развитие будет зависеть от принятых решений. МОР 2 Симулятор поведения человека в условиях эпидемии с элементами ролевой игры и выживания в открытом мире. Главные герои попадают в небольшой город, где буйствует смертоносная эпидемия. Нам предстоит узнать, откуда она взялась и как ее остановить. Вы будете блуждать по городу, беседовать с местными жителями, собирать предметы, сражаться и принимать сложные решения, которые будут влиять на вас и жителей. The Last Remnant Rise of Argonauts Смесь экшена и ролевой игры с довольно интересным сюжетом, где нам предстоит возглавлять отряд лучших воинов Греции на борту легендарного корабля Argo. В поисках легендарной бараней Шкуры, Ясону будет помогать практически все суперзвезды древнегреческих мифов. Взаимоотношения с напарниками очень похожи на урезанную версию таковых Mass Effect. История развивается линейно, но иногда позволяют выбрать, в какой последовательности проходить задание. Apossion Инди 2D Action RPG в формате метроидного платформера на открытых локациях, по которым можно свободно передвигаться и самому решать, куда идти и что делать. Выполнено все в интересном стиле старинных фрезок и греческой мифологии. У нас есть двухмерные уровни, в которых мы сражаемся с врагами, ищем сокровища и тайники, выполняем задания и исследуем Олимп. Присутствует много разнообразного оружия, интересная боевая механика и система крафта. Alpha Protocol Шпионский ролевой боевик с видом от третьего лица, завязанный на секретных операциях. Игрок выступает в роли спецагента, который стал обладателем некой секретной информации. Способный привести к международной катастрофе. Отвергнутый правительством, герой вынужден скрываться, чтобы в одиночку предотвратить беду. Присутствует добротная ролевая система, где все завязано на развитии, кастомизации персонажа и разветвленной системе скиллов, которые даются при повышении уровня. Enclave Этой игре уже почти 20 лет, но она все еще может затянуть, как не затягивает многие современные поделки. Доступны две компании. Одна за светлую сторону, другая за темную. В первой мы поднимаемся с самых низов, так сказать, а во второй игрок сможет побывать в роли наемника, который работает на злого мага. Здесь нам предстоит выполнять задания, собирать качественную экипировку и исследовать новые локации. Еще присутствует весьма хардкорный геймплей, ведь на уровень доступно всего одно сохранение. Демиурги 2 Смесь РПГ и карточной игры Придвижение героя схоже с Кингс Баунти По пути к цели мы собираем всевозможные ресурсы, на которые потом покупаются новые карточки. Герой набирается опыта, учит навыки, собирает ультимативную колоду и переносит все свои характеристики и карты из миссии в миссию. Компании в игре 5 По одной на расу Бои проходят посредством походовой карточной игры. Герои носят с собой мешок карт заклинаний, из которых в бою используется 16 штук. Баунт Бай Флейм РПГ, где нам предстоит играть за героя, в которого вселился неудачно призванный демон, соседство с которым главный и интересный элемент игры. Гость из преисподней, вполне самостоятельная личность и на протяжении всей игры регулярно общается с героем. Чем чаще вы будете соглашаться с демоном, тем ближе герой подойдет к темной стороне. Голос станет ниже, кожа потемнеет и со временем появятся самые настоящие рога, а мирные жители будут разбегаться в страхе. Заскучать не дадут и спутники героя. У каждого из них свои мысли, цели и каждому есть что рассказать. Тургар Сурвайвл адвенчура с элементами РПГ от московской студии iSpeak Lodge, вышедшая в 2008 году и получившая награду самого нестандартного проекта. Действие происходит в промежутке, который напоминает чистилище. Он состоит из отдельных локаций, соединенных звенья. Играть мы будем за бестелесного духа, который только родился в промежутке и еще ничего о нем не знает. Главная особенность игры уникальный геймплей, который крутится вокруг ресурса. Цвет. Он является оружием, едой и материалом для улучшения героя. Если цвет иссякнет, наступает смерть. Венетика Необычный симбиоз слэшера и классической ролевой игры с видом от третьего лица. Несмотря на свою старину, игра весьма и весьма хороша. Игровая механика и бои смотрятся бодро и включают в себя различные стили для сражения. Прокачка примитивна, но вносит свое разнообразие. Графика, пейзажи и сам город Венеции своеобразные и по стилю лично мне напоминают Fable. Также присутствует смена дня и ночи, характерные враги, диалоги с юмором, запоминающиеся персонажи и достаточно много побочных заданий, что создают прекрасную атмосферу для приключений. Джеймс Кэмерон. Аватар. The Game. Шутер с элементами RPG от третьего лица, созданный в сеттинге кинофильма Аватар, но при этом игра предлагает альтернативную версию событий. В борьбе между десантниками и коренными жителями игрок может встать на любую сторону, и от этого будет зависеть дальнейшее развитие сюжета и доступные миссии. В первом случае игра превращается в шутер от третьего лица, которому много различного вооружения и боевой техники. Во втором игрок получает в свое распоряжение дубинки, шесты, ножи и лук, а сама игра становится слэшером с платформенными элементами. The Dark Eye. Демоникан. Неплохая RPG во вселенной Dark Eye. Сюжет игры разбит на 5 самостоятельных глав, и в каждой свое место действия. Локации довольно тесные, но на них много потайных мест. В игре есть немало развилок в сюжете, зависящих от выбора игрока. Ролевая система хоть и простенькая, но работает. Что-то просто улучшает боевые навыки, что-то открывает новые пути прохождения. Сражаться придется много, и здесь всплывает главный недостаток – простенькая боевка. Никаких комбинаций и хитроумных движений. Врагов можно просто защелкать мышкой. Lord of the Rings. War in the North. Экшен-РПГ с кооперативом до трех человек. Во вселенной Властелина Колец. Где игроки берут на себя роль одного из героев и отправляются по различным локациям Средиземья. В игре три персонажа. Каждый из них обладает уникальными способностями, и в чем-то будет гораздо более хорош, чем остальные. На своем пути герои встретят множество разных монстров. А в конце каждого уровня их будет ждать битва с боссом. После которой можно получить полезный лут и прокачать своего персонажа. Legends of Dawn. Фэнтезийная экшен-РПГ-песочница с полностью открытым миром и полной свободой действий. Разработчики не стали ограничивать игроков привычными рамками жанра и поставили перед ними лишь одну задачу – выжить. В игре нет классов как таковых. Можно совместить магию с двуручным мечом и при этом заниматься ремеслом. Собственно, в этом и заключается основная идея – вы вправе делать то, что хотите. Также присутствует обширное древо навыков, нелинейные квесты и куча ремесел. Death Punk. Диаблоподобная экшен-РПГ, окруженная диалогами и головоломками. В основе игрового процесса лежат несерьезные путешествия по сказочно-фэнтезийному миру в поисках могущественного артефакта. Геймплейная основа следующая. Бегаем по сказочному миру, посещаем города, подземелья, болтаем с жителями, разгадываем загадки, а также не забываем прокачивать персонажа и обвешивать его самой мощной броней и оружием. Диаблоподобная экшен. Они получают одну сферу на характеристики или покупку заклинаний. Герои уничтоженных империй. Смесь РПГ и РТС в средневековом фэнтези-мире, где необходимо строить базы, добывать ресурсы и обучать юнитов в казармах. Тот, кому ближе РПГ, может бегать героем по карте, лупить монстров, накапливать опыт и собирать эпические шмотки. А прокачав героя, бегать вокруг вражеской базы и кастовать на нее заклинания массового поражения до тех пор, пока на ее месте ничего не останется. А тот, кому милее стратегии, будет отстраивать базу, копить ресурсы, штамповать армию и атаковать противника. Ньюмен. Время героев. Экшен РПГ от третьего лица, где мы столкнемся не только с бандитами, но и с древними мифическими существами. Здесь присутствует очень много нестандартных, но интересных механик. К примеру, ранние этапы игры показывают детство героя, где от того, каким оружием мы будем пользоваться чаще, будет зависеть, каким из трех классов мы станем. Охотником, магом или воином. Также многое зависит от божественных наставников, коих предстоит выбирать. Они отличаются бонусами, приемами, квестами, талантами и способностями, которые вы сможете от них получить. Оверлорд. Экшен от третьего лица с примесью РПГ, где мы играем за злого повелителя и отдаем приказы его армии приспешников. Их четыре типа, и каждый имеет присущий ему цвет. Повелевая толпой миньонов, нам предстоит отстроить свою крепость, кастомизируя ее на свой вкус, обзавистить женой и распространить свое влияние, захватывая, сжигая, уничтожая и порабощая каждого, кто встанет на пути. Blood and Gold. Карибиан. Смесь ролевой игры и экономической стратегии. Игра поведает об эпохе пиратства и колониальных войн в Карибском море. Начав свое приключение в роли наемника, со временем мы сможем собрать собственную армию и целый флот, чтобы в итоге заполучить контроль на Карибах. А попутно мы будем выполнять заказы на убийства, спускать деньги на Блэк Джек и девушек легкого поведения, жениться и многое другое. Мист Мэйр. Странствия Исидора. Оригинальное РПГ с очень неплохим сюжетом и разнообразными игровыми механиками. Первое, на что обращаешь внимание, это то, что в игровом мире нельзя умереть. Если героя убивают, то как в классических ММО РПГ он воскресает в ближайшем безопасном месте. Еще одна особенность это игра на время. То есть, если вам по основному квесту сказали явиться завтра к утру, то у вас есть один игровой день на побочные квесты, после чего вы будете обязаны выполнить основной квест. Это заставляет тратить время с умом. Подобных фишек в игре немало. Если кто первый раз слышит, советую попробовать. Стоуншард. Отличная и довольно сложная фэнтези РПГ со свободной прокачкой, пошаговыми сражениями и полным опасностей средневековым миром. Здесь ты будешь исследовать разрушенную войной страну, сражаться с чудовищами и бандитами, охотиться за сокровищами и справляться с многочисленными напастями, в числе которых раны, болезни и даже психические расстройства. А для поклонников хардкора разработчики предусмотрели перманентную смерть. Игра хоть еще в раннем доступе, но уже сможет спокойно затянуть более чем на 100 часов. И умирать ты тут будешь не один раз, пока не поймешь как правильно качаться и вести бой. Присутствует отличная оптимизация, прикольная пиксельная стилистика и сюжет, которые как по мне весьма интересны. В общем, если ты любишь хардкор и думать на несколько ходов вперед, то рекомендую. К тому же для игры часто пилят обновления. Кроникан Кроникан. Очень приятный пиксельный клон Дьявла, который не требует особого мыслительного процесса или его подобия. Выбираешь одного из четырех героев и вперед к бесконечности. Отличная вещь, если ты любишь кромсать большие толпы разнообразных монстров и собирать кучу лута, выпадающего из всех щелей. Игра сильно похожа на рогали Хиро Сидж, но более дружелюбно, лучше сбалансировано и с очень низким ходным порогом. Исключительно положительное впечатление оставила система навыков. Стандартные, по сути, ветки талантов и скиллов. Но вариантов прокачки довольно много и в целом позволяет создать универсальную машину для убийства именно тем способом, которым ты хочешь. А так, если ты из тех, кто любит море лута, кучу врагов и циферок на экране, и при этом положительно относишься к пиксельной графике, то рекомендую. Игра ни к чему не обязывает. Чисто для релакса. Гедония. РПГ в духе старой школы с классическим игровым процессом, но современной нетребовательной графикой. Здесь ты будешь исследовать открытый мир полной опасностей. Можно заглянуть в города, посетить подземелья, исследовать болота с чудовищами и тому подобное. Хорошая задумка о том, что как бы ты ни качался, не всё можно решить силой. В некоторых квестах нужно думать. Есть крафт. Можно построить свой дом и выращивать растения. Игра ещё находится на ранней стадии разработки, но уже есть чем заняться. Вначале, когда заходил в игру, думал, посмотрю, что и как. А застрял сразу на 5 часов. Диабло 2. Даже спустя 20 лет игра остаётся культовой изометрической РПГ, выполненной в духе тёмного фэнтези. В начале игры на выбор представляется 5 классов персонажей. Каждый из которых отличается набором умений, начальными характеристиками, а также доступными видами оружия и доспехов. Герои путешествуют по разным зонам актов, уничтожают монстров и выполняют задания. Цель которых – низвергнуть главного босса акта и перейти в следующий. С каждым уровнем герои растут в характеристиках, разучивают новые умения и обретают более качественную экипировку, что позволяет им сражаться с более сильными демонами. Основной целью игры является уничтожение главного босса – Диабло. После чего, герой получает доступ к более высокому уровню сложности. Коих всего 3. Нормальная, Кошмар и Ад. Игра получила очень высокие оценки, став одной из наиболее продаваемых игр 2000 года и сохранив свою популярность в последующие годы, став образцом для подражания и появлению кучи Диаблоклонов. Path of Exile. Мир здесь буквально до краев наполнен жестокостью и безнадежностью. Повсюду черная магия, ожившие трупы и древние божества. Враги сложные, в большом количестве, уникальные и неповторимые. Каждый новый данж способен закончиться вашей смертью, даже если герой прокачан. Потому что ролевая система здесь настоящий экстаз для любителей РПГ. Огромное древо навыков, примешанное с перками и рунами, позволяющее создать не просто уникального героя, а билд, который попросту невозможно будет повторить другим игрокам. Помимо этого, игра предлагает несколько игровых персонажей на выбор. А еще игра условно бесплатно распространяется в Steam. Titan Quest Anniversary Edition Я решил, что было бы скучно рассказывать просто про Titan Quest, про которую и так все знают, но без которой никак не обойтись в подобном топе. Поэтому перед вами специальное юбилейное издание, выпущенное по случаю десятилетия проекта. Оно включает в себя оригинальную игру вместе с аддоном Immortal Tron. Обе игры были оптимизированы для запуска на современных системах. Были убраны многочисленные баги и исправлены недочеты в игровом балансе. Добавилась поддержка пользовательских модификаций, реализуемых посредством Steam Workshop. Множество новых героев и врагов, улучшенная графика, дополненный многопользовательский режим и многое другое. Mass Effect 2 Вторая часть космической ролевой трилогии Шепарда стала одной из последних игр от BioWare, которой удалось заслужить почти единогласное одобрение у поклонников RPG. И тому были причины. В игре подано множество ярких персонажей с отлично проработанными историями. Задания были не просто интересными и разнообразными, а еще и замечательно поставленными. А благодаря доработанной боевой системе, наконец-то стало приятно стрелять, причем из любого оружия. Пожалуй, у Mass Effect 2 был только один существенный недостаток. Главный сюжет трилогии в ней не слишком продвинулся после первой части. Но по сравнению с провальной концовкой в Mass Effect 3 и по большей части неудачной Андромедой, это несущественная мелочь. Мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий. Теперь же после стольких трудов нам полагается отдых. Да, полагается. Вот такой получился топ. Конечно, это не все значимые игры, так что пишите про свои самые любимые RPG в комментариях. А для вас вещал канал Image Game. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok